Модификация отложенных ордеров Рассмотрим на примере программы Скрипт, модифицирующий отложенный ордер, цена которого находится ближе к месту прикрепления скрипта, чем цена других отложенных ордеров Есть вот один ордер байлимит Цена у нас текущая вот здесь И этот байлимит, к примеру, находится на расстоянии 500 пунктов от текущей цены И мы здесь задаем 100 пунктов И в результате работы скрипта наш байлимит должен переместиться на расстояние 100 пунктов Вот сюда Если этих приказов несколько, то выбирается тот, который наиболее близок к той точке, куда мы перетащили скрипт мышкой Int start Задаем переменную tral Значение 100 пунктов Мы хотим, чтобы наш приказ ставился именно на это расстояние String simp Текущий финансовый инструмент, на который перетащили скрипт Дистанция миллион Предустановленное значение Один раз его будем использовать И win price Это функция window price on dropped Как раз подхватит то значение, куда перетащим скрипт мышкой Дальше Известный нам цикл for Который нужен для перебора ордеров Вот здесь он начинается Вот здесь заканчивается Данный цикл будет пробегать по всем ордерам И вот для начала, допустим, он берет первый ордер I равно единицы I меньше, чем общее количество ордеров И мы выполняем следующие операции Если order select выбранный ордер в списке ордеров Под номером 0 Мы помним, что нумерация ордеров идет с нуля Это первый ордер, значит Данный ордер присутствует, если То мы проделываем следующие операции Если символ не наш Символ того ордера, который выбрала функция order select Не совпадает с тем символом, на который мы перетащили наш скрипт То в этом случае выполняется оператор continue Который переходит на следующую итерацию цикла То есть к следующему ордеру Также, если тип ордера у нас меньше 2 То мы тоже переходим на следующую итерацию к следующему ордеру Тип ордера 0 Это ордер на покупку Тип ордера 1 Это ордер на продажу Если у нас идут значения 2, 3, 4 и 5 Это отложенные ордера Поскольку здесь мы работаем с отложенными ордерами То нам нужно перескочить на следующую итерацию В том случае, если мы выбрали неотложный ордер Оператор if, если ордер open price, то есть та цена, которая заявлена в ордере Минус win price, та цена, куда мы перетащили скрипт мышкой Если их разница, то есть как раз та самая дельта Вот сюда мы перетащили мышкой Вот это цена ордера Берется их разница Вот это расстояние дельта Она берется по модулю Если это расстояние меньше, чем dist Изначальное значение dist миллион Значит оно будет меньше миллиона То мы переходим вот сюда в тело оператора Здесь dist становится равно как раз order open price минус win price То есть как раз вот этой дельте Далее берется тип ордера Order type Берется ticket ордера Order ticket Цена открытия данного ордера Order open price Stop loss Order stop loss И take profit Order take profit В результате работы этой итерации цикла for Мы получим на выходе блок вот этих значений Для данного конкретного ордера После этого происходит выполнение второго выражения i увеличивается на единицу Мы переходим к следующему ордеру И снова его проверяем В том случае, если цена открытия данного ордера Еще ближе Вот здесь, например К той точке, куда мы перетащили Мышкой скрипт То вот здесь это будет обнаружено То есть если Цена открытия данного ордера минус win price Меньше Чем уже имеющаяся дистанция Которая была рассчитана в предыдущем ордере То мы опять попадаем в тело оператора if И здесь получаем вот эти все значения Ордер type, ордер ticket и так далее Для нового ордера Который еще ближе К тому месту, куда мы перетащили мышкой скрипт Таким образом, цикл fo пробегает по всем ордерам И в результате работы данного цикла У нас имеются параметры Того приказа, который наиболее близко Расположен к тому месту, куда мы перетащили скрипт мышкой Итак, у нас есть эти параметры Есть этот ордер Далее, уже имея параметры этого ордера Мы проверяем Если тип равен нулю То сообщение alert по данному символу Отложенных ордеров нету И return Прекращаем работу функции start Мы знаем, что в том случае Если были отложенные ордера То тип у нас обязательно будет иметь некий тип И мы не попадем в это условие Далее идет уже известный нам цикл while true Цикл, который будет проводить В данном случае модификацию ордера Обновляем параметры окружения Далее объявляем WTS равно tral Это как раз то значение Которое мы задаем И на которое необходимо пододвинуть Отложенный ордер Далее Сдаем минимальную дистанцию Узнаем ее Через mode stop level Какая она у нашего брокера И в том случае Если тот ts То значение, которое мы задали Вдруг меньше, чем Минимальная дистанция Нужно прописать MinDist в ts Таким образом ts становится равно Минимальной дистанции В том случае, если мы некорректно его указали Получается следующая ситуация Что в зависимости от того Какой мы имеем ордер Это может быть buy limit, buy stop Sell limit, sell stop Нам нужно для него рассчитать Соответствующие стоп-лоссы Take profit И цену, которую мы будем ставить Мы делаем вот такие операции Стринг Текст Пустая строка Далее Double New Sl New TP Новый Stop Loss Take Profit Это как раз те значения Которые будут Актуальны для Нового Приказа Далее Switch Которому подсовывается Тип ордера Тип ордера В результате работы Предыдущих операций Будет иметь значение Либо 2 Либо 3 Либо 4 Либо 5 То есть мы работаем Либо с buy limit Либо с sell limit Либо с buy stop Либо с sell stop И В зависимости от того Какой тип Мы прописываем Несколько кейсов Для начала Кейс 2 Это в том случае Если ордер С которым мы работаем Это buy limit Нам для него Нужно рассчитать Все параметры Мы их рассчитываем Каким образом Если Цена Если Price А я напомню Что price Это у нас Ордер Open price То есть та цена По которой Данный Отложенный Ордер Должен быть открыт Так вот Если эта цена Меньше Чем Ask Минус То значение Которое мы задали То нужно Ее преобразовать Что Вот здесь За условия Представьте Текущая цена Находится Вот здесь Вот в этой Точке Вот здесь У нас Стоит Отложенный Ордер К примеру Это buy limit И у него У него есть Некая цена Она Находится Вот здесь По которой Он должен быть Открыт И проверяется Условие Что если Данная цена То есть Вот эта Меньше Чем Ask Минус TS А что Только Ask Минус TS Вот Текущая цена Например Это у нас Ask Если мы Собираемся Купить Минус TS Это Минус Некоторое Расстояние Например 100 пунктов Как мы задали И если У нас Вот эта Цена Buy limit Меньше Чем Ask Минус TS То есть Вот это Значение То нам Необходимо Как раз Промодифицировать Ордер И эту цену Поставить Вот сюда Вот как раз Здесь все это И прописывается Что Если у нас Цена Меньше Ask Минус TS То Производим Ряд Операторов Double New Price То есть Новая цена Данного Приказа Это Ask Минус TS То есть Нужно Вот именно Вот эту Цену Сделать Новый Для Нашего Приказа Далее Если Стоп Лосс Больше Нуля То есть Если у Данного Байлимита Еще был Некий Стоп Лосс Что Вполне Может быть Нам Необходимо Тоже Этот Стоп Лосс Пододвинуть Уже Вот Например Сюда То есть По отношению К новой Цене И вот Мы пишем Что если Стоп Лосс Больше Нуля То Новый Стоп Лосс Как раз Вот нам Пригодится Вот этот Новый Стоп Лосс Это New Price Новая Цена Минус Price Минус SL Это Как раз Мы берем Новую Цену И от Нее Отнимаем Значение Стоп Лосса То есть Цена Открытие Ордера SL Это Стоп Лосс Ордера Ну Например Он Где-то Вот Здесь Установлен А Вот Это Расстояние Рассчитывается И Это Расстояние Откладывается Вот сюда От Новой Цены И Вот Здесь Мы Новый Стоп Лосс Находим Дальше Если У приказа Был Take Profit Если TP Больше Нуля К примеру У этого Болимета Мог Присутствовать Некий Take Profit То Нужно Вычислить Новый Take Profit То есть Нужно Взять Новую Цену Вот Эту И К ней Прибавить TP Minus Price То есть Take Profit Minus Price Это Вот Это Расстояние И Его Нужно Как Раз Тоже Вот Сюда Отложить И Получить Значение Нового Take Profit После того Как Это Сделано Мы Берем Текст И Прописываем В нем Buy Limit Обозначение После этого Идет Break Выход Из Switch То есть Если Мы Обработали Case 2 И Мы Работаем С Бай Лимитом То Все Остальное Case 3 Case 4 Нас Не Интересует Если Мы Работаем С Sell Limit Это У нас Будет Case 3 В том случае Если Вот Здесь Тип Ордера У нас Равен Трем Что Мы Делаем Если Цена Данного Sell Limita Больше Чем Bit Плюс TS Здесь В принципе Идейно Проделывается Все То Самое Что Мы Проделывали Только Что Для Buy Limita То Проделывали Либо 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 Бит Плюс TS Вот К примеру У нас Бит Мы Прибавляем К нему Наш TS И Получаем Что Приказ Должен Быть Открыт Вот Здесь А он Где Нибудь Вот Здесь Еще Выше И Вот Мы Это Проверяем В том Случае Если Получается Так Что Прайс У нас Больше Чем Бит Плюс TS То есть Если Выполнить Это Условие То Мы Задаем Новую Цену Как Бит Плюс TS Далее Если У нас Был Стоп Лосс У данного Приказа То Мы Вычисляем Новое Значение Для Данного Стоп Лосса Если Был Take Profit То Мы Вычисляем Новое Значение Для Данного Take Profit И Текст Переводим Значение Sell Limit После Этого Break Выход Мы Обработали Приказ Sell Limit Case 3 Дальше Нам Не Нужно Ничего Выполнять В Том Случае Если У Нас Идет Работа С Приказом Buy Stop Case 4 То То Самое Идейно Происходит Проверяется Условие Если Цена Больше Чем Ask Plus TS То Необходимо Прописать Новую Цену Как Ask Plus TS Если Стоп Лосс Был То Нужно Вычислить Новый Стоп Лосс Если Take Profit Был То Вычислить Новый Take Profit И Далее Текст Поставить Как Buy Stop И После Этого Выполняем Break В том Случа Если Приказ Который Мы Работаем Это Sell Stop То Есть Пятый Кейс То Здесь Происходит Та Самая Реализация Проверяем Если цена Меньше Чем Bit Минус TS То Задаем Новую Цену Как Bit Минус TS Стоп Лосс Если Больше Нуля То Задаем Новый Стоп Лосс Take Profit Больше Нуля Задаем Новый Take Profit И прописываем Sell Стоп В текст Все Что Здесь Происходит В кейсе 5 4 3 2 Это Все Аналогичная Операция Но Поскольку Их Вот Здесь 4 То Создается Видимость Как будто Все это Очень Сложно На самом деле Все Просто Мы Свечу Подсовываем Некоторые Значения Типа Ордера А дальше Проделываем Аналогичную Операцию Которая Заключается В том Что мы Для Того Приказа Который Мы должны Промодифицировать Высчитываем Новую Цену Новый Стоп Лосс И новый Take Profit Вот и Все Далее Идет На всякий Случай Проверка Условия Если Вдруг Новый Стоп Лосс Меньше Нуля По Каким То Причинам То Сделать Его Равным Нулю И С Тейк Профитом То же Самое И Также Проверка Условия Если Текст У нас Остался Пустой Строкой И Ничего С ним Не Стало Он Не Стал Ни Байлимитом Ни Сел Лимитом Ни Байстоп Ни Сел Стоп То В этом Случае Тоже Нужно Выдать Сообщение Что Нет Условий Для Модификации Мы Не Нашли Ни Байстоп Ни Сел Стоп Ни Байлимит Ни Сел Модифицируем Такой То Ордер С Таким Тикетом Ждем Ответа Далее Переменная Анс Логический Тип Функция Ордер Модифай Которой Мы должны Подсунуть Тикет Новую Цену Куда Мы Переставляем Новый Стоп Лосс Новый Тейк Профит И Дату Экспирации Если Функция Модифицировала Ордер Успешно То Она Прописывает В Анс True И мы Тут же Это проверяем Если Анс Равно True То Сообщение Модифицирован Ордер Такой-то С тикетом Таким-то Все И Выполняем Брейк Выходим Из цикла While Если же Анс Не равно True То Возникла Какая-то Ошибка И идет Стандартный Блок Обработки Ошибок Объявляем Переменную Error Вызываем Функцию GetLastError Она эту ошибку Определяет И дальше Все по плану В зависимости От кейса Производят Определенные Операции Либо Если ошибка С номером Который в кейсе Не прописан Вот здесь Нам ее Выдает По дефолту И после этого Идет Брейк Выход Из цикла While Далее Сообщение Script Закончил Работу И Прекращение Работы Функции Start Вставляю Скрипт В MetaEditor Зададим Вот здесь 200 пунктов Компилируем Код Вот к примеру У нас есть Три Приказа Два Байлимита Один Байстоп Байлимит Байлимит Байстоп Вот он Наш скрипт Мы перетягиваем Его мышкой На график И он Подхватит Тот Приказ Который Ближе К той точке Куда мы Перетащили Скрипт Мышкой И дальше Он должен Приказ Перетащить На Такое Расстояние Чтобы от Текущей Цены До данного Приказа Было Расстояние Которое Мы задали В данном Случае 200 пунктов Давайте Сначала Возьмем Самый Нижний Ордер И вот Этот скрипт Перетащим Ближе К самому Нижнему Ордеру Скрипт Закончил Работу Окей И вот Мы видим Что приказ У нас Расположился Вот здесь Ближе К текущему Значению Цены Теперь Мы Перетащим Скрипт Ближе К Байстопу И вот Мы видим Что байстоп Тоже Переместился И теперь Он находится Вот здесь Ближе К текущей Цене Ну и Последний Наш приказ Тоже Вот сюда Мышку Перетянем Вот он Тоже был Передвинут И мы Видим Что данные Приказы Теперь Модифицированы Давайте Возьмем Какой-нибудь Приказ Со стоп Лоссами И тейк Профитами Вот поставлю Приказ У которого К примеру Есть стоп Лосс Тейк Профит 34 510 Сам Приказ 34 Возьмем 200 Стоп Лосс И тейк Профит 34 890 Вот такой Приказ Возьмем Наш скрипт Перетащим Его Вот сюда Отпускаем И вот мы Видим Что наш Ордер Тоже Переехал Ближе К текущей Цене На расстояние Которое Мы задали Плюс Стоп Лосс И тейк Профит Тоже Были Изменены Они Имеют Те же Значения Только Теперь Отсчитываются От Новой Цены Данного Ордера Ордера